Друзья, у меня несколько событий, я по-быстрому. У меня жена в связи с карантином потеряла работу и жутко расстроилась. Она пришла и у нее спросила, как ты потеряла работу. Знаете как? Я уволилась. Я говорю, так это не потеряла. Я уволилась, но меня никто не остановил. Потеряла работу. Девочки, похлопайте, с кем было во сне, когда засыпаете, ну с парнем своими просто ложитесь спать. У нас есть такая привычка, мужчина ворочается и нечаянно вас ударяет. Похлопайте, у кого было хоть раз? Ну там, было? Так вот, не случайно. Я это делаю не случайно. Я с ней, блядь, три месяца на карантине. Я запоминаю все, что она натворила. Просыпаюсь специально. И пиздык. И киса моя лапа спит, и я ничего не делал. Официально я ее ни разу не тронул, а по факту, ох ты, там синяя ходит. Друзья, друзья, я недавно, не так давно со своим другом ходил устраиваться в один крутой бизнес-центр, и там на ресепшене была вазочка с конфетками. Знаете такие конфетки? Ну я захожу, смотрю, конфетки взял одну, и на меня так администратор посмотрел, типа, а ты кто, блядь, такой? Ты почему? Ну вот так. Я посмотрел на людей в холле, они тоже, у него получилось, он взял. Просто все об этом думают, но взять боятся, да, конфетки именно для этого. Потом я понял, почему она так на меня смотрела. Это оказались ребята не конфетки, это были декоративные камушки. Вот стою я, сосу камень, смотрю на нее, она на меня, я актер, я дальше рассасываю, типа, нихуя эта конфета. Не сдаюсь, а она знает правду, понимаете? Хорошо, что я был с другом, друг увидел, что я что-то хаваю, у меня карифан такой, ой, я его, я возьму, и... Короче, стоим вдвоем, сосем камни. Администратору вижу уже интересно, типа, ну-ка, блядь, и че? Друг разворачивается, говорит, у тебя тоже камень. Я говорю, нет, у меня конфета. До конца. И знаете, что он сделал? Он взял вторую, ну, типа... Попался, камень подумал. Я вот что понял, ребят. Собеседование, единственные, кто не прошли, мы вдвоем. Потому что, оказывается, первый пункт собеседования, это, сука, саная баночка, блядь, с конфетками. Поэтому, если пойдете, никогда не берите, ничё б там не было, даже если арахисовые. Нет, я за арахисовые, ну, ладно. Ребята, кое-что новенькое. Слушайте, я хочу поговорить с вами про такую странную тему. Знаете, есть люди, которые рисуют картины не руками, ну, и не кисточкой, и не пальцем. Похоже на палец, но кисточку не возьмешь. Если как-то возьмешь, то очень больно будет. Писькой, знаете, да, есть такие авангардисты. Короче, я почему заговорил про эту тему? Не типа, у Алексея в 30 лет появилось хобби, я жду вашего одобрения. Нет. А недавно жена отвела меня на выставку вот этого говна, авангардное искусство. Вот это вот. Вот там были люди, которые рисовали картины руками и писькой. И вот знаете, что? Хуй пойми, где руками, где писькой, все говно. Такое ощущение, что все жопой рисовали. Я в пятом классе лучше мазюкал. И вот мне, что было интересно, вот эти люди, как они к этому пришли? Я хочу верить, что это вынужденная мера. Художники люди бедные. Он пришел, наверное, в этот магазин рисования. Говорит, сколько кисточка? 40 рублей. Сэкономлю. Мне хочется верить, что так. И главный вопрос, что меня интересует. Вот эти люди, которые рисуют причинным местом, заканчивали ли они художку? Если заканчивали, то кто их учитель? Где эта школа? И можно ли на этом уроке вообще получить двойку за поведение? Что надо сделать просто? Я думаю, что это как раз люди, которые не закончили художку. Мне кажется, это было так. Просто дети, сегодня будет урок, достаем краски, достаем кисточки. Рисуем яблоко. Тамара Николаевна, смотрите, без рук, блядь, могу вас нарисовать. Хотите? И знаете, что обидно? У этих людей ведь ограниченный ресурс инструментов, да? А если надо нарисовать тонкую линию? Я вот тонкую не смогу нарисовать. Это надо друга звать, да? Типа Касанов, ну или любой. Я просто, я просто, я просто, просто имя сказал. Просто имя сказал, я ничего не видел. Ну допустим, да, либо что, надо с мороза выйти и нарисовать, потом опять, ну как? Да? И самое тупое, что это же надо знать все писки своих друзей, чтобы, блядь, картину сделать. Типа, здесь солнышко, тут пятак нужен, ну там, агафон, ну ладно. Допустим, допустим, просто к примеру. И вот главный вопрос, который меня волнует. Если ты после того, как нарисовал картину, не помыл кисточку, надо ли ее отмачивать в ацетоне? Если да, то вот это искусство, которое требует жертв. Я для себя нашел оправдание этой вещи. Я думаю, почему появились такие художники. У каждого мужчины наступает время, когда сиолекс не работает. И поэтому, мужчины, в определенном возрасте мы с вами официально можем творить хуйню. Недавно очень сильно испугался. Это был самый большой страх в моей жизни. Я встал ночью попить водички, возвращаюсь назад. Там сидит моя кошка, вот так вот. И пилит просто в проход, вот так. Вот просто сидит, сука, а я с водой, ночь, никого. О, я говорю, физ, физ, физ. Все, я уже, я все, я начал додумывать. Я квартиру у кого покупал, у деда, дед без бабки. Значит, что, кошки видят мертвых. Там, блядь, бабка, все. Я с этой водой до полчетвертого, блядь, простоял. У меня сейчас хата на форпосте за полтора миллиона, поэтому, блядь, продается. Потому что, мяу, она еще в какой-то момент сделала вот так, как будто бы, проходите, блядь, вон он, убивайте. Как позже выяснилось, эта сука мохнатая испугалась щелчка от холодильника. Знаете, ночь вот эта, ну, мы не слышим, а она вот, ну, все. А я знаю одну квартиру, где у нее бы лопнуло сердце, и она бы порвалась. Это квартира моей бабушки, если бы там завелся холодильник. Там старый холодильник-океан, помните такие, где ты спишь, а там, тра-та-та-та-та, блядь, ночью. Он и матерится еще может. Ну, помните такой холодильник? И у бабушки в квартире все такое, абсолютно. Я вообще не могу там выспаться. Если холодильник заткнулся, я вырубаю телек ламповый там. Вот так. Помните, как он вырубается? И вся хата белая, ламповый телевизор, вот этот. Когда можно подойти потрогать кино, помните, мурашки? Вот эти. Просто так должен вырубаться адронный коллайдер. И у бабушки все такое. Если я даже засыпал к шести, у бабушки это уже поздний подъем. Она уже встала и, блядь, пылесосит. Пылесос-тайфун красный. Я знаю, почему он называется тайфун. Он ни хера не всасывал. Он просто, блядь, орал на мусор. Просто. И тра-та-та-та. Не квартира. И ничего не поделаешь с этим. Ничего не поделаешь. Я закончу? Давайте. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok